Библейский портал экзегет.ру представляет Одиннадцатая глава Евангелия от Матфея, я читаю свой перевод с небольшими комментариями. Десятая глава, она такая экстремистская, в хорошем смысле слова, да, то есть в ней говорится, что вот ученики, все будет плохо у вас, но на самом деле у вас все будет просто замечательно, вас будут там убивать, избивать, судить, но вы не потеряете свои награды, говорит им Иисус. И вы знаете, когда говорят такие суровые вещи, вот самое главное, ничего не перепутать, не пойти за каким-нибудь шарлатаном, который ведет в никуда. Неужели у них не было сомнений? Были наверняка еще какие. И когда Иисус завершил наставлять двенадцать своих учеников, оттуда он отправился учить и проповедовать по окрестным городам. Иоанн в заключении, Иоанн Креститель, которого посадили в тюрьму, услышал о деяниях Христа, обратите внимание, что появляется слово «Христос», то есть он его признает Мессией, и передала ему через учеников свой вопрос. Твоего ли прихода мы ожидали, или придет другой? Смотрите, вот не случайно это сомнение вкладывается в уста Иоанна. Если бы сказали ученики, можно бы сказать, они испугались плохих последствий. У Иоанна они уже наступили. Они недостаточно самоотвержены. Иоанн самоотверженнее всех. Он же жил до этого в пустыне и питался чем попало. И говорил самые резкие вещи. Они недостаточно духовно опытные. Кто опытнее Иоанна? Вот самый-самый великий, кроме Иисуса, и то в нем сомневаются. Твоего ли прихода мы ожидали, или придет другой? Через учеников, потому что он в тюрьме, ему самому уже невозможно прийти. Иисус им ответил. «Ступайте, сообщите Иоанну, что слышите и видите. К слепым возвращается зрение, к храмам способность ходить, к прокаженным чистота и глухим слух. Умершие воскресают, и нищим возвещается Евангелие. Благо тому, для кого мой приход не стал соблазном». Он мог бы сказать, да, это я. Он мог бы сказать, ну, что ты сомневаешься, маловер, да? Будут такие места, где он будет говорить в ответ на какие-то реплики. Но в основном, когда человек про себя будет говорить, ой, я боюсь, я там. Ну, например, ученики уже это было, через море переплыли, плыли, и началась буря, и они очень волновались, что погибнут. Но вот здесь он говорит, смотри сам, решай сам. Он никому не навязывает своего мессианского достоинства. Ты решаешь это сам, но приглядись к тому, что происходит. «Исцеление, очищение, и нищим возвещается Евангелие». Причем здесь нищие-то, что остальным не возвещается? Вот эти нищие, которые нищие духом у Матфея. А Лука, кстати, просто скажет нищие, да, не будет уточнять, что они нищие духом. Вот какая-то категория людей, у которых ничего нету. И вот им-то, им-то, и говорится самое главное, да? Так что решай сам, но благо тому, для кого мой приход не стал соблазном. Очевидно, что уже есть для кого стал. Когда они ушли, Иисус стал говорить об Иоанне с народом. Ну вот, Иоанн здесь в третьем лице, но это не полемика заочная. Мог бы сказать, о, видите, вот даже он усомнился. Вместо этого он, наоборот, его возвеличивает. Показывает, что сомнение-то нормально. Ненормально, когда человек отказывается верить. А когда он взвешивает, когда он думает о том, что и как, то это нормальный процесс. Вы приходили к нему в пустыне. Что ходили вы посмотреть? Тростник, что колышется на ветру? И он колышется, колеблется. Но вы же знаете, что он не таков. Или что другое ходили посмотреть? Человека в роскошном наряде? Такие наряды носят в царских дворцах. Вот говорится о нищих, а он что? Он не из них, поэтому он очень, так сказать, себя отделяет от всего этого. Тоже нет. Так что же вы ходили посмотреть? Пророка? Именно так говорю вам. И даже больше, чем пророка. Это о нем написано. Вот, посылаю впереди тебя ангела моего, чтобы он тебе проложил впереди дорогу. Это Малахия, третья глава. И получается, что Иоанн действительно великий человек. И если даже он сомневается, то тем самым не то, чтобы оправданное сомнение других, но ожидаемо. И то, что ты сомневаешься, не значит, что ты плохой. Это значит, что идет какой-то процесс твоего роста. «Аминь, говорю вам, из всех, кто рожден женщиной, никто не поднялся выше Иоанна Крестителя, но в Царстве Небес даже самый последний выше него». Есть другая иерархия, да? Иоанн самый великий, но есть другая. И вот дальше фраза, которую по-разному переводят. «С тех пор, как пришел Иоанн Креститель, и по всю пору Царство Небес пробивается вперед, и кто бьется, тот его и получит». Ну, можно понять почти в противоположном смысле. Царство Небес терпит насилие, и насильники его пытаются присвоить. Положительно или отрицательно? Да, вот оно само с усилиями, да, вот как ребенок рождается, ему надо протиснуться, да, как боец к своей цели пробивается сквозь ряды врагов. Или, наоборот, оно пассивно, и эти употребляющие усилия, как в традиционных переводах, они, наоборот, плохие. Я не уверен, что эти понимания при всех внешней противоположностей, они друг друга исключают. Можно и так, и так это понять. Важно, что Царство Небес – это не что-то такое розовое и беспроблемное, но это действительно что-то, что вызывает эту борьбу. «Все пророки, как и закон, они пророчествовали прежде Иоанна». То есть Иоанн открывает новую главу. «Если вы готовы это принять, он и есть тот самый пророк Илья, чего прихода вы ждали». А опять-таки у пророка Малахии говорится о том, что пророк Илья придет прежде пришествия Господа, для того, чтобы приготовить его. Но если вы готовы принять, то есть опять-таки нет каких-то общеобязательных формулировок, не в них дело. Есть личные отношения. Если вы принимаете Илью как Иоанна, простите, как Илью, то он для вас и есть. А если нет, то бессмысленно вам это навязывать. С кем мне сравнить этот род людей? Они похожи на детей, что сидят на площади. И вот одни обращаются к другим. Мы играли для вас на флейте, а вы не плясали. Мы пели вам похоронные песни, а вы не рыдали. Знаете, такие капризные малыши лет пяти, которые ждут, что другие малыши будут полностью соответствовать их ожиданиям, полностью разделять их эмоции? Конечно же, нет. И вот эти люди тоже как бы навязывают свои оценки, настроения. Им хочется, чтобы им было хорошо, чтобы и Иисус, и апостолы, и вообще все, что вокруг, оно подстраивалось под них. Вот под их флейту плясало буквально так. Капризные дети. Пришел Иоанн, не ест и не пьет, он же строгий аскет, постник. Они говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, то есть сам Иисус, выражение, которым он себя называет. Вот, ест и пьет, а они говорят, да это обжор и пьяница дружит со сборщиками податей и грешниками. То есть, вот есть какие-то свои представления, и все время навязываются они. Но оправдание премудрости в ее делах можно, впрочем, перевести иначе. Можно сказать, и такую премудрость оправдывают ее дети. То есть, они стараются, вот эти люди, которые так говорят, найти оправдание своему подходу. Но мне кажется, более разумный здесь перевод оправдания премудрости в ее делах. То есть, дела показывают, что на самом деле важно. И тут Иисус стал упрекать города, в которых в наибольшей мере явлена была его сила, но они так и не раскаялись. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Бетсайда. Если бы в Тире и Сидоне, это языческие города, Хоразин и Бетсайда, это в Галилее, явлена была та же сила, что и у вас, давно бы они раскаялись, рубящие пепли. И добавлю, Тиру и Сидону в день суда достанется меньше, чем этому городу». Ну вот, почему так? Потому что язычники, они изначально язычники, с них спроса, что называется, меньше. А вот вы верите в Творца, в единого Бога, и вы не принимаете весть о нем. «А ты, Капернаум, город, в котором он живет, между прочим, мог бы его пожалеть. Что, вознесен ты до неба, будешь незрянут до ада? Если бы в Содоме, развратном городе, уничтоженном Богом, в Содоме была явлена та же сила, что и у тебя он устоял бы и по сей день. И добавлю, Содому в день суда достанется меньше, чем тебе». Ох, как жестко, про города, которые вокруг, в которых он проповедует. Неужели вот нельзя как-то помягче? Но дальше идет реплика, которая, может быть, отчасти объясняет эту жесткость. И тогда Иисус сказал в продолжении этой речи. «Благодарю тебя, Отец, Господь, небо и земли, что ты скрыл это от мудрецов и людей разумных, но открыл младенцам. Да, Отец, в том и состояла твоя благая воля». Вот, может быть, действительно речь идет не о том, что все жители этих городов, это прямо содомленники, которые будут огнем с неба сожжены, но что погоду в этих городах делают те, кто вроде мудрые, разумные, но которые совершенно ничего не видят, не понимают, живут своими представлениями, навязывают их остальным, а младенцы, ну, а младенцы по определению открытые существа, да, они принимают то, чему их учат родители, окружающие, они подстраиваются под это. И вот другие простые, может быть, очень люди подстроились. Ну и дальше такая вот его достаточно загадочная фраза о том, кто он и в чем его миссия на земле. «Все получил я от отца. Никто не знает сына, кроме отца, и никто не знает отца, кроме сына и тех, кому сын пожелает открыть. Придите ко мне все, кто из немог под нож, и я дам вам покой. Примите ермо моих заповедей, научитесь от меня, ведь я кроток и мягкосердечен, и так найдете покой для собственных душ. Ведь мое ермо не в тягость, и ноша моя легка». Ермо – это то, во что волов впрягают на пахоте, и религиозное учение часто описывается как ермо, то есть человек тянет плуг, да, и более того, волов обычно пара, то есть люди совместно его тянут, вот они впрягаются в это ермо. И смотрите, а можно список заповедей, вот какие будут правила, там поститься, молиться, что-то делать, а нету списка. Дальше там будет много подробностей, вот сразу пойдут примеры, в чем отличие учения Иисуса от учения фарисеев, но все равно в чем основной смысл – открыть отца. открыть отца, которого знает только сын, и те, кому сын пожелает открыть. А все остальное – это подробности о том, как именно это будет сделано. Субтитры создавал DimaTorzok